Еще один закон, который Россия ужесточила для мигрантов, создал бесконечную очередь из работающих там иностранцев. Каждый день более 6 тысяч мигрантов выстраиваются в длинные колонны в миграционном центре Сахарова, чтобы получить необходимые документы. Большинство из них – таджики и узбеки, а число кыргызстанцев составляет около тысячи человек. Некоторые граждане пишут в своих социальных сетях, что соотечественников принимают быстрее, чем людей других национальностей. 29 декабря прошлого года Госдума России приняла закон, обязывающий трудящихся мигрантов сдавать отпечатки пальцев. Согласно закону, мигранты должны пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование, а также медицинское освидетельствование в течение 30 календарных дней. Новый закон распространяется только на иностранцев, въезжающих в Россию без визы на срок более 90 дней. Их отпечатки пальцев будут внесены в единую базу данных МВД. Однако мигрантов волнует больше цена, чем подача документов. Например, стоимость медицинского осмотра составляет 6800 рублей. Соотечественники говорят, что это большие деньги для тех, кто только приехал в страну и ищет работу. Да, новые правила вступили в силу 29 декабря. Но каждое новое правило – это новые проблемы для мигрантов. Пока не ощущается, конечно, но со временем, конечно, уже я думаю, это будет один из проблем, который можно по этим законам побольше мигрантов внести на чёрный список. Как сообщает посольство Кыргызстана в России, трудности наблюдаются с начала года. При этом, по информации Минздрава России, процедуру медосвидетельствования можно проходить в 17 медицинских учреждениях. На сегодняшний день по поручению Министерства иностранных дел посольство Кыргызстана проводят встречи на дипломатическом уровне для создания благоприятных условий нашим соотечественникам. В МИДе России уже получили официальное обращение от посольства Кыргызстана, где были обозначены все выявленные проблемы и трудности. В МИД Российской Федерации направлена нота посольства с просьбой оказать содействие в открытии отдельного коридора для граждан государств членов ЕС в выполномоченных учреждениях России по проведению медицинского освидетельствования, дактилоскопической регистрации и фотографирования, в том числе в миграционном центре Сахарова, сообщили в посольстве Кыргызстана в России. Сами мигранты также отмечают, в последние годы работать в России стало сложнее. Кыргызстанцы задаются вопросом, зачем нам членство ЕС, если их права всё равно не защищены. Вступление Кыргызстана в Союз гарантирует свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В департаменте внешней миграции говорят, сегодня ведутся переговоры по открытию миграционного учреждения на территории Кыргызстана, чтобы наши соотечественники могли проходить указанные процедуры на своей земле. Путём того, чтобы российская сторона открыла на территориях Кыргызстана, минимум как два центра, то есть имеется в виду многопрофильные миграционные центры, что позволило бы нашим гражданам пройти домиграционную подготовку по изучению их русского языка, об истории, также о ознакомлении их законов. И также одно из наших пожеланий остаётся то, чтобы медосвидетельство проходило на территории Кыргызской республики и выданные медсправки медиками Кыргызской республики, она котировалась на территории Российской Федерации. В этой связи, в этом направлении идёт большая работа. В настоящее время более 800 тысяч граждан страны находятся в России на заработках, хотя неофициальная статистика может быть ещё выше, свыше миллиона. Большинство кыргызстанцев уезжают, чтобы прокормить свои семьи. Работают мигранты в основном на стройках, в сельском хозяйстве и на транспорте. Денежные переводы трудовых мигрантов составляют треть внутриволового продукта страны. Это около 2,5 миллиардов долларов.